Доброе утро, понедельник, самое время поговорить о душевных людях. В студии руководитель проекта службы социальной помощи «Душевные люди» в Ханты-Мансийске Людмила Терехова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, давайте начнем с деятельности службы, чем она занимается. Служба «Душевные люди», социальная служба, это результат, скажем, удачной реализации социального проекта. И разработан был этот проект в рамках школы социального предпринимательства, который проводит фонд поддержки. Я была там бизнес-тренер, и Марина Ахмедгалиева, это, конечно, прародитель этого проекта, она моя ученица. И она очень успешно стартовала в 2016 году, и за три года сделала потрясающий результат. И сейчас мы партнеры, у нас есть соглашение, и я продвигаю ее в городе Ханты-Мансийске. Оно зарождалось-то, она, собственно, в Нягоне. Да. Идея, идея. И получается, социальная служба «Душевные люди» где функционирует? Нягонь и Ханты-Мансийск? Октябрьский район, Ханты-Мансийск, город Нягонь. И очень много социальных предпринимателей желают транслировать этот успешный опыт в своих муниципалитетах, в своих городах. Скажите, благодаря чему стало возможным создание такой службы? Благодаря чему? И кому? Я думаю, что здесь всегда есть лидер, инициатор. И вот человек, у которого, скажем, горячее сердце, и человек совершенно неравнодушный к страданиям и чаяниям людей. Потому что я Марину Хмельгарееву знаю давно, и представляете, например, она не проходит мимо, ни одной проблемы она не вставляет. У человека потерял паспорт, он старенький, пожилой, не может решить этот вопрос, там, скажем, отсутствие гражданства или еще что-то. Дети наркоманы. Она для всех найдет время и свое душевное участие. То есть уникальный человек. Вообще функция службы чем занимается? Вообще социальные службы, они занимаются помощью людям пожилым, скажем, людям с ограниченными возможностями, инвалидам, молодым инвалидам, детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей. То есть все категории граждан, которые нуждаются в поддержке. То есть они сами не в состоянии осилить свои проблемы. Хорошо, но придумать, организовать дело одно, но наполнить квалифицированными кадрами, это уже тоже достаточно такой большой труд и работа. Как обстоят дела с квалифицированными кадрами у нас здесь вот в округе? Ну я хочу сказать, что, скажем, мы только начинаем транслировать этот опыт в Хантамансийске, но за эти три года я просто могу озвучить результаты. Ну, во-первых, душевные люди, это 17 высококвалифицированных сотрудников, психологов, социальных работников, реабилитологов и так далее. Это у нас в городе? Это в городе Нягоне. Это в городе Нягоне. Да, но, скажем, естественно, Хантамансийск и многие другие муниципалитеты мечтали бы о таком результате, потому что колоссальное количество пользы, поверьте. То есть люди, которые получают услуги, а в Нягоне более 200 получателей услуг. 200 человек, которыми занимается эта служба, это люди, которые решают свои проблемы благодаря этой службе, душевные люди. Ну вот какие-то, допустим, грантовые поддержки помогают данной службе или вот средства, средства существования? То есть в любом случае это затратно? Ну я хочу сказать, если, например, смотреть историю развития этого предприятия социального, здесь очень интересное начало. Многие люди ждут изначально каких-то субсидий, пожертвований или грантов. Вот, а на самом деле в реальной жизни, если мы с вами взрослые люди говорим прямо на чистоту, в начале, как правило, ничего не бывает. Потому что надо посмотреть, какой результат вы создаете, и только потом государство будет вливать вас деньги, как поддерживающие меры. Вот, и здесь служба, она заработала, скажем, авторитет у населения, она поднялась сама, скажем, предлагая свои услуги, например, на уровне сиделок. Вот сейчас, скажем, я этим занимаюсь в городе Хантамансийске, потому что это совершенно хаотичный рынок, и очень часто жители города пускают себе в квартиры людей совершенно непонятных. Да, и там очень много таких, знаете, очень таких скользких моментов, и надо быть очень аккуратным. То есть этот рынок нужно делать цивилизованным. И вот, начиная с сиделок, они завоевали доверие, люди стали обращаться, и уже инвалиды просят трудоустроить, провести досуг, там, реабилитации, пожилые, скажем, их как-то развлечь, занять, тоже трудоустроить, скажем, переобучить. И всем этим занимаются службы душевные люди. И, конечно, через год, когда они уже, скажем, создали себе основу определенную, то есть доверие, естественно, государство стало щедро наделять их субсидиями, и они участвуют во всех грантах мыслимых, немыслимых, которые существуют в России, в Российской Федерации. И они очень успешно их получают. Но они их, я хочу сказать, что они реализуют, они покупают дорогостоящее оборудование для реабилитации. И, скажем, еще больше расширяют спектр услуг, которые они оказывают на рынке социальных услуг. Слушайте, ну это здорово. Это здорово, очень... Будем надеяться, что эта программа будет жить, это очень здорово. Но и будет развиваться, развиваться по округу. И что людей, желающих вступить в ваши ряды, будет гораздо больше. Ну и, конечно, кадров квалифицированных желаем мы социальной службе душевные люди. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Доброго бодрого утра, желаем и вам с гостей прощаемся. С вами Жудница. Две, две с половиной минуты. Дождитесь. Добро пожаловать.